Продолжение серии громких убийств. Кому мешал бывший глава Укрспирта? И какие теневые реки алкоголя утекают из предприятия-монополиста? Когда труба устала? Разрыв трубопровода в столице чудом не закончился смертями. Где прорвет в следующий раз? И какие техногенные катастрофы могут вызвать полуразрушенные коммуникации? Несмываемые пятна на мантии. Кто пропустил на конкурс Верховный суд забракованных судей? И как много замаравших свое имя во время революции достоинства могут остаться на своих местах? Первые жертвы коммунальных долгов. За что половину Киева оставили без горячей воды? И какие наказания грозят должникам в других городах? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. В эфире подробности весьма неприятной недели. Неприятной, потому что в Киеве опять боевик. И опять скандала больше, чем внятных ответов на вопросы. В центре столицы чуть не погибли Амина Акуева и Адам Османов, выходцы из Чечни и бойцы одного из украинских добровольческих батальонов. Киллер из России, по крайней мере так говорят в правоохранительных органах. Но, как оказалось, у него был и украинский паспорт, да и доступ он смог получить так же легко, как и свои документы, к украинским политикам. Пусть не из первого эшелона, но все-таки более-менее заметных. В этой истории уже замешаны и бывшие сотрудники Савика Шустера, и Рамзан Кадыров, и Олег Лешко, и Арсен Аваков. Все детали известны к этой минуте в нашем сюжете. Эта история напоминает триллер со сложным сюжетом и политическим подтекстом. Все произошло вчера вечером на Подоле. Бойцы Добробата Амина Акуева и Адам Осмаев пришли на встречу с человеком, который представился французским журналистом. Интервью писали вот в этой машине. Разговор шел своим чередом до определенного момента. Он тогда сказал, что это подарок для нас, когда эту коробку принял, что это подарок от редакции, что они хотят, что нам их очень понравится. И он только его открыл, и я увидела, что это блок, и он сразу же схватил и открыл Адаму. Реакция мины была молниеносной. Я сразу же тоже выхватила пистолет, но Адрус оказался после нескольких попаданий, сразу стал кричать, сдаюсь, сдаюсь. Мы его из машины тогда выпихнули, оружие от него оттолкнули. Ну и Адам потом сам вышел и тоже уехал. Киллер успел несколько раз выстрелить в Асмаева. В ответ получил четыре пули. Оба сейчас в реанимации. Их состояние достаточно тяжелое. Плануется оперативное встречание еще не одно. Для кого? Для бог пациентов. При этом, по словам главы полиции, киллера уже допросили. Кто же он такой и почему охотился за Акуевой и Асмаевым? Наймовернейше. На самом деле это связано с активной позицией этого подружия Адама Асмаева и Амину Акуева, которые с самого начала российской агрессии стали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Воювали на фронте. Навмисто не хотел бы акцентовать увагу, какое его первое прозвище, второе прозвище, третье прозвище. А фамилию киллера действительно несколько. Амини и Адам, он представился журналистом французского издания «Лемонт» Александром Верноном. На наш запрос в «Лемонт» сразу же ответили. Такого сотрудника у них нет. Да и поисковик не выдает ни одного материала авторства Вернона. Его легенда вымысел. Тогда почему опытные бойцы попались в такую западню? Амина Акуева говорит, псевдожурналист вызвал недоверие. И подлинность его истории пытались проверить. Он сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему порекомендовали меня из журналиста «Шустерлайф». Поскольку единственным, с кем я общалась, с кем был в контакте, это Алексей Скукалу. Раньше он как-то был гостевым редактором. У меня сохранился его номер и контакт на Фейсбуке. И я написала ему смс, попросила подтвердить, действительно ли этот человек из французской газеты. На своей странице в Фейсбук Алексей Скукало написал. Он действительно подтвердил Акуевой информацию, что некий Алекс Вернер брал ее контакты в студии «Шустерлайф». Однако делал это не напрямую, а через сотрудника. Кроме того, на месте преступления следователь и ждала редкая удача. Киллер пошел на дело с паспортом, украинским, на имя Александра Винусовича Дакара, 1958 года рождения. На месте злочину также выявлен паспорт громадянина Украины из фотографии этого нападника. Сейчас проверяются все видимости, что до него. В паспорте было несколько отметок про перетенение кордона с Белоруссией, с Российской Федерацией. Причем пакет украинских документов киллер получил всего в течение нескольких дней. В феврале 2016-го в полиции сразу заподозрили российский след. В СБУ это пока не подтверждают. Но словоохотливый советник министра внутренних дел Антон Герашенко сразу выдал полноценный детектив. С подробностями, версиями и мотивами. Из обязательной истории о подготовленном российскими спецслужбами агенте. Но уже сегодня стало известно, киллер, известный питерский бандит Артур Денисултанов по прозвищу Динго. В 90-е занимался рекетом и похищением людей. В 2008-м во время выполнения убийства был задержан в Вене. Однако тогда его отправили в Россию, где благополучно отпустили. В российских интернет-изданиях Денисултанова называют личным киллером Кадырова. Так называемый чеченский мотив один из тех, которые рассматривает следствие. Раненый Адам Осмаев родом из Чечни. Сын состоятельных родителей. В России он проходил по делу возможного теракта. Позже его обвинили в подготовке покушения на Владимира Путина. Но Осмаев бежал за границу. Конечная цель была поехать в Москву и попытаться совершить покушение кремлера Путина. В 2012-м Адам Осмаев возник в Украине. Его задержали в Одессе и выдвинули обвинения в терроризме. Тогда же были готовы экстрадировать в Россию. Но вмешался Европейский суд по правам человека. Осмаева оставили в Украине, а в 2014-м освободили. И он вместе с женой Аминой Акуевой, одесситка чеченского происхождения, отправились добровольцами на фронт. Почему их захотели убить именно сейчас? Какой настоящий мотив? И главное, узнает ли об этом общественность? Мы сможем размутать все клубочек и петель далеко-далеко. Если Князев захочет вам рассказать что-то, он что-то расскажет. Но всего вам никто ничего не расскажет. Александр Васильченко, Богдан Вербицкий, Владимир Дедов. Подробности недели, телеканал Интер. Кстати, любопытно, что это покушение совпало с дискуссией, которая ведется уже не первую неделю, а введение визового режима с России. И ставит всю эту дискуссию под вопрос. Главный аргумент сторонников введения виз России, что это, мол, остановит провокаторов и диверсантов, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Но вот уже второй киллер, которого связывают с российскими спецслужбами, пользовался украинскими документами. И не просто пользовался, а неоднократно пересекал границу, в том числе и с Россией. Напомню, первым таким киллером был убийца экс-депутата Госдумы Дизинца Вороненкова, Павел Паршов, который был настолько хорошо интегрирован в украинское общество, что даже в Нацгвардии успел послужить. У нас в студии Анна Малер, один из лучших в Украине юристов-криминологов. Я приветствую вас, Анна, спасибо, что пришли. И Дмитрий Добродомов, народный депутат, секретарь антикоррупционного комитета Верховной Рады. Здравствуйте, Дмитрий. С вами обсудим это громкое преступление и перспективы расследования. Дмитрий, давайте начнем с вас. Вот, смотрите, второй киллер уже, который смог получить, довольно легко, как оказывается, украинские документы. Если российским киллерам так просто завестись украинским паспортом или вообще быть гражданином Украины, да, нанятым, то, возможно, нам сегодня стоит говорить не только о введении безвизового режима с Россией, а в первую очередь стоит все-таки бороться с коррупцией в правоохранительных органах. Документы-то откуда-то берутся. Ну, первое, у нас на разе нет безвизового режима с Россией. Так, действительно, такие разговоры есть, там есть плюсы и минусы. Но я тоже обратил внимание, как и все арешты, про то, что за несколько дней попробуйте отримать паспорт сегодня, взагалом, как даже паспорт украинский, за несколько дней отримает человек. Это украинцу сложно сделать. А там за неделю получил внутренний паспорт, загранпаспорт и идентификационный код. Так, за что идется? Идется, власне, про то, что после резонансного убийства российского экс-депутата СБУ все-таки бы мала обратить внимание и работать на опережение. Саме это и основная задача спецслужб. В последние 2-3 дни СБУ воюет сейчас с журналистами, которые снимают их статки, автомобили и все остальное. Это тоже резонансные, которые показывали ваши коллеги-журналисты, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Власне, попереджать. Мы же прекрасно понимаем, как экс-депутат Держдумы, так и в этом случае это люди в повышенной зоне риска. И, соответственно, отработать нужно, потому что эти провокации будут триваться и надалее, и будут завершиваться, на жаль, трагично в нашей территории. А потом мы с подавом будем смотреться на то, что кто-то отримает проспорти. Без коррупционных связей тут, однозначно, не обошлось. И теперь нужно отслев, так, на камеры, про то, что мы сейчас будем там... А вы верите, что сейчас кто-то займется поиском тех, кто выдавал эти документы, и эти люди будут наказаны? Вот искренне. Да тут не вопрос, я даже верю, не верю. Во-первых, это их обязанностей. Если они этот обязанностей не выполняют, я обещаю, что тоже долучайся в тех правах и обязанностях, которые я в народного депутата, секретаря антикоррупционного комитета, так, чтобы они были найдены и покараны, и, наконец, наведенный лад. Анна, теперь к вам. Заявление СБУ, в котором говорится о том, что у них нет достоверных данных, что киллер был российским наемником. Но через несколько часов после этого громкого покушения Антон Геращенко поделился такими данными. Откуда у него они могут быть и насколько ему можно верить? Я вам скажу, что, взагалі, это неправильно концентруваться исключительно на одной версии, на том, что это, например, российский слід. Это очень удобная версия, и, власне, сегодня, когда эту версию не выслабили, что до чего, так, это будет логично. Но мы должны понимать, что это подружие уже тривалий час проживало в Украине, и коло их врагов уже могло даже за этот час увеличиться. Поэтому я считаю, что правоохранные органы не должны однозначно подтверждать именно одну версию. Они должны выслабить их несколько, и потом эти версии будут высунуваться в процессе следствия. Я уже молчу о том, что, наверное, как-то неправильно для представителя Министерства внутренних дел, советника министра, выходить на пресс-конференцию через два часа и рассказывать о вещах, которые, возможно, составляют еще и тайну следствия. Вы согласитесь? По-перше, по-друге, там много вопросов. Вот, например, все-таки, какое у него было гражданство? Если это правда, что у него было российское гражданство, то у меня не просто вопрос о паспорте, у меня вопрос, где украинское гражданство. Ну, этим вопросом, как мы говорили только что с Дмитрием, должны заняться соответствующие органы. Еще об Антоне Герасенко, вернее о том, что он вчера уже успел заявить, напомню, через несколько часов после громкого покушения. Уже наши политики начали ставить, и он в том числе, это убийство в один ряд с такими громкими преступлениями от убийства Павла Шеремента до убийства Вороненкова. Но, в принципе, здесь можно засомневаться, да, что это звенья одной цепи. Вороненков убивался вряд ли такими же профессионалами, хорошо подготовленными, как Павел Шеремет. Как вы можете это прокомментировать? Не преждевременные ли такие выводы? Да, безумовно, перечасные, и тут немае звезда очевидного, это, по-перше. По-друге, все эти три убийства, и один замах был, да, это, слава Богу, живые люди залишились. Это люди из разных святей, из разных профессий, люди из разных бэкграундов, и как-то их повязывать одним ланцюгом не важно. Вот это, знаете, это клише, которое мы говорим, российский след, под него теперь можно подвязать, может, все криминальные проведения, может, все теперь убийства, давайте объединяем. Вот, смотрите, вот именно это я тоже хотел обсудить, но давайте, наверное, Дмитрию дадим слово. Не случится ли так, что этот выживший пока выживший, да, кстати, Анна, вы в своем посте писали, что вы очень боитесь за здоровье киллера. Я хвилююсь и за життя киллера, и за життя выжившего Осмава, потому что я знаю, что у нас такая коррупция, что у нас, возможно, все. И это хорошо, что мы сейчас это озвучиваем, а мы все ожидаем, что они будут живыми. Будем надеяться, потому что киллер нам еще нужен для того, чтобы расследовать вообще, кто стоял, кто был в заказчиках этого убийства. А не получится ли так, что вот этот киллер теперь станет цапом від Бувайленда, на которого сейчас могут повесить все громкие преступления, которые нацполиция за три года не может раскрыть, но сроки-то уже поджимают. У нас вот скоро печальная годовщина убийства Павла Шеремета. Расследование не продвинулось, по-моему, далеко, ну, то есть печальные там результаты. Не может ли так быть, что сейчас под лавочку всех собак туда и повесить? Я сейчас не думаю себе являю, что при здоровье и сведомости людина на себе возьму таки убийства, которые тягнуть однозначно на пожитие, так, в данном случае. Но я, согласно с твоей тезой, что у нас все-таки керевники правоохранных органов, так, как политические фигуры, себя ведут не как керевники и профессионалы, так, власне, ведут себя как, в первую очередь, политики. Ну, на какой основе, сразу, через две годы, через две дубы, без разницы, так, сразу вешать ярлыки и делать какие-то, сразу, припущения. Это работа, для этого есть работа правоохранных органов, так, зрозумело. И даже для правоохранительных органов двух часов, по-моему, недостаточно, чтобы выходить с какими-то результатами, правда? Да, да, да. Так будет правильно, уже неодноразово. Это, до речи, хиба, как раз, министра внутренних справ Авакова, так, который любит на выпорядки, на будь-яку подъю. Згадаем, там, трагичные подъи 31 серпня под парламентом, так. Він через годину назвал всех винных. До речи, следствия, ну, и суд не завершен и до сих пор. Прошу, уже минуло майже два года, и у меня до него вопрос. Так, что, с вашими всеми версиями и высловами? К сожалению, этот список подобных таких вот ошибок, да, можно продолжать и продолжать. Когда через два часа, три часа назывались имена, а потом все это заканчивалось тем, что, в общем-то, расследование и сводилось на нет. Я говорю так, у нас, министр МВС, это очень важный момент. У нас, министр МВС, отвечает за безопасность безопасности национальной. Вот это самое главное, что он должен заниматься на сегодняшний день. У нас и поэтому такая статистика злощадников повзла вверх, а расходя вниз, так, что она занимается больше политическими заявами, а не конкретной профессиональной работой и результативной. В первую очередь, этого требует сообщество. И работой в Фейсбуке. Но все-таки, я хочу отметить, что украинские правоохранители сделали кое-какие выгоды, они, похоже, забеспокоились из-за того, что российские спецслужбы чувствуют себя в нашей стране, ну, очень уж вольготно. По крайней мере, генпрокурор Юрий Луценко отчитался о поимке целой банды, планировавшей похищение человека в Украине по заказу из России. Причем в составе этой банды был и действующий сотрудник полиции, начальник одного из райотделов. Именно он, используя свои связи в преступном мире, и должен был выполнить этот заказ. И прямо сейчас Денису Ярославскому, именно так зовут подозреваемого начальника Обуховского райотдела полиции Киевской области, в суде выбирают меру пресечения. В деталях криминально-полицейской истории разбиралась моя коллега Елена Митясова. Три, два, один, работай! Это кадры задержания банды похитителей в столице. Злоумышленники, тандем криминала и оборотней в погонах. За 17 миллионов долларов группировка, сообщает прокуратуре, обязалась похитить и вывезти в Россию бизнесмена, бывшего гражданина Российской Федерации. Авансом получили 100 тысяч долларов. При передаче денег их и задержали. Мы затримали керевника территориального одного подраздела полиции, а также группу СИП. Семьям наразе предъявлено подозрев. Ни имен, ни фамилий правоохранители не разглашают, но СМИ удалось кое-что разузнать. Целью похитителей был Владимир Крупчак, владелец Обуховского картонного комбината. В прошлом депутат Госдумы, член партии «Единая Россия», полковник российской армии. В 2007-м из-за корпоративной войны с миллиардером Олегом Дерипаской. Бежал в Украину, получил гражданство и обзавелся бизнесом. Позже фамилию жертвы подтвердили в суде. Сведение старых счетов или другой мотив правоохранителям предстоит выяснить, как и то, давно ли начальник Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский промышляет похищением людей. Было изъясовано, что правоохранитель, имея связи в криминальных колах, запропонувал свои послуги по выкрадению потерпевшего. Мы имеем беззаперечные доказы злочинной деятельности, беззаперечные доказы намерений по выкрадению человека и доказы отримания грошовых коштей. Дениса Ярославского сегодня доставили в Печерский суд для избрания меры пресечения. Прокуроры требуют ареста на два месяца. Задержанный полицейский все в вине не отрицают и считает дело сфабрикованным. На самом деле, все не соответствует. Действительно, это за то, что я слишком много открыто говорю правду, и она никому, к сожалению, не нравится. Я не знаю с тех сотрудников, которые, к сожалению, не угодно. Меру пресечения избрали и еще одному подозреваемому в деле Владимиру Бове. Суд постановил арестовать его с возможностью внесения залога в размере 134 тысяч гривен. На вопрос журналистов, кем работает подозреваемый, тот ответил предпринимателем. Как и Ярославский, обвинение в подготовке похищения отрицает. Елена Митясова, Юлия Жешко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. На фоне таких громких криминальных событий конца этой недели, на второй план отошло еще одно убийство, с которого неделя в Украине и начиналась. Причем именно политическая неделя. Убийство экс-директора Укрспирта Виктора Панкова вновь напомнило, насколько жестокой может быть борьба за крупнейшие коррупционные кормушки, за госпредприятие. Укрспирт уже очень долго не решаются приватизировать. И пока предприятие остается в государственных руках, оно не только наполняет карманы чиновников, но и оказывается в центре самых разных криминальных сюжетов. Но вот к убийству борьба за Укрспирт привела, пожалуй, впервые. Тему продолжит Инна Томина. Дерзкое убийство в столице. Утро вторника началось с криминальных новостей. В одном из спальных районов столицы убили мужчину. Расстреляли в спину. Позже стало известно, жертва бывшей исполняющей обязанности директора Укрспирта, а ныне советник руководителя предприятия Виктор Панков. А само убийство очень похоже на заказ, говорят в полиции. Ведь Панков открыто обвинял руководство компании в бандитизме. И вероятно, это убийство может быть связано именно с борьбой за должность или за контроль над финансовыми потоками в этой отрасли. Государственные предприятия Укрспирт в последнее время слишком часто фигурируют в криминальных хрониках. Этой весной неизвестные напали на заместителя директора. Избили его битами. Кроме того, бойни на предприятиях, которые принадлежат Укрспирту, уже стали обыденностью. Их директоров меняют в присутствии силовиков и тетушек. Эта отрасль генерирует прибыль в районе 10 миллиардов гривен в год. То есть в районе 500 миллионов долларов. Очень коррумпированная и очень криминализированная отрасль. Эти жертвы могут быть не последними в этом противостоянии. За последние три года в Укрспирте сменились три руководителя. И никто из них не ушел без уголовного дела. Ростислав Чайкевский уже четырежды участвовал в конкурсе на авокадное место директора. И ни разу не доходил до финала. Говорит, на хлебное место всегда ставили нужных людей. Да и все в спиртовой отрасли находится в глубокой тени. Чем же занимается Укрспирт? У госпредприятия монополия на изготовление и продажу спирта. Оно же и формирует цену. Укрспирт контролирует 70 заводов на всей территории Украины. Казалось бы, при такой монополии на такой востребованный продукт отрасль должна приносить бюджету миллиарды. Но по факту 90% спиртзаводов официально убыточны. Они в разном состоянии. Некоторые формально находятся вообще в состоянии банкротства. Некоторые закрытые. Но при этом борьба за то, чтобы быть директором на таком закрытом предприятии идет невероятно. В прямом смысле с оружием в руках. Почему? Потому что на таких закрытых предприятиях все равно производится контрафактный спирт. А контрафактный спирт – это миллионы мимо государственной казны. Тем временем производители алкоголя жалуются. Мол, продукция Укрспирта дорогая и некачественная. Но альтернативы нет. Сырье приходится очищать дополнительно, а это автоматически повышает стоимость алкоголя. Очень больший риск того, что нелегальный алкоголь вы купите в любом баре, ресторане, в любом закладе этого гражданства. С подданием этих закладов мне легче купить товар ливень, заплатить никаких податков. Производство нелегального спирта, откаты и уклонение от уплаты налогов – это самые популярные обвинения в адрес господприятия Укрспирт. А после громкого убийства власти опять заговорили о приватизации концерна. Укрспирт тут. Да требует его продать. Наше он державе потребен взагалі. Аукцион прозорый абсолютно. Хай купляють. Не. Сколько раз стали голосовать в парламенте? Что-то не выходит. Ведь слишком много заинтересованных лиц в денежной войне за контрафактный спирт. А тут вопрос именно о необходимости принятия специального закона идет. Но опять же, это политическая воля, потому что естественно, что в парламенте есть группы, которые имеют отношение к своему свечному заводику. Но пролить свет на теневой рынок можно, говорит эксперт. Для этого нужно продать часть спиртзаводов, урегулировать розничную торговлю и разработать электронную акцизную марку. Инна Томина, Александр Васильченко, Станислав Фролов и Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер. Сегодня глава нацполиции Сергей Князев заявил, что подозреваемый в убийстве экс-директора Укрспирта установлен. Кто этот человек в полиции, пока не говорят. Но уточняют, что собранных доказательств уже хватает, чтобы объявить ему подозрение. Давайте продолжим обсуждение. Напомню, что на студии Анна Малер, юрист-криминолог, и Дмитрий Добродумов, секретарь антикоррупционного комитета Верховной Рады. Анна, начнем с вас. Вот последнее заявление Сергея Князева. Убийца установлен, подозрение. А почему не задержан? Не получится ли так, что преступник будет назначен и висеть в розыске годами? И как бы и раскрыто, но и не до конца. Власне тут может быть помилка в терминах. Я допускаю, потому что наши спикеры официальны иногда плутаются в процессуальных терминах. Но я думаю, что если на самом деле уже пошла такая информация, то все-таки человек, я надеюсь, затриман. И я думаю, что для правоохранения это не было несподиманной. Это мы в информпросторе, для нас несподиманная. Насправді, война за Укрспирт, эти войны уже триваются постоянно. И буквально півроку... Ну и мы видели только что за что. Півроку тому так же было вчинено злочин щодо замдиректора Укрспирта. Людина была тяжко побита битами. Людина в тяжкому стане. И я переконана, что правоохранители знали эту проблему и знают, что будет дальше. И очевидно, они даже, если так быстро знали, приблизно понимали, кто будет вчинять этот злочин. Дмитрий, у нас уже в Украине сложилась какая-то печальная такая традиция неразкрытых громких преступлений. Если и это не будет раскрыто, кто-то наконец-то понесет политическую ответственность. Давайте разберемся сейчас действительно с этим государственным предприятием. Это государственная монополия, которая априори, особенно что касается спирта, потому что его собевартость выготовлена надзвучайно низкая, а продается надзвучайно высокая. Так что мы еще до этого берем акцизы, и, на жаль, маніпуляции с теми акцизами, которые происходят. То есть все страны на этом сделают большинство денег, на эти монополии. У нас выяснилось, что это ледь не избыточная галузь. Действительно, среди заводов, среди заводов, есть вообще не працюющие заводы, которые 24 часа 7 дней в день выготовят контрфактный спирт. Про это знают правоохранные органы, которые это кришуют. Наши активисты в Тернопольске, Ривненске, Волинской области это неодноразово выявляли и показывали. Выкликали на место, до речи, и полиция, которая на это не реагировала. И это было окремо, наверное, заседание. Дмитрий, извините, вот фраза, правоохранители кришуют. Конкретно, можно сказать, в чьи карманы утекают... Это очень конкретно. Не может работать государственное предприятие, которое есть закрыто, вообще без видового правоохранных органов, потому что правоохранные органы получают сигналы, приезжают, получают свою долю за это. Это как с бурштином, это как с любыми другими... Смотрите, говорят, что в ориентарной мафии мы теряем в год военный бюджет, как минимум. А на контрфактном спирте? А у вас абсолютно эксперт, абсолютно правильную цифру назвал. Речь в том, что рік тому на нашем антикоррупционном комитете было окремое заседание щодо проблематики корупции в государственном предприятии «Укрспорг». И там, власне, називалась эта сумма близко 2 млрд в месяц. Если мы боремся про рік, то это порядка 25 млрд в месяц, только тех денег, которые не подходят до бюджета в виде податков. Теперь, что до приватизации. Это монополия. Не нужно быть математиком, чтобы рассчитывать что в государстве лучше мать? 20% в виде податков с прибуткой, или весь прибуток мать? То есть, неспроможность, прошло говорить премьер-міністр, я неспроможный разом с правоохоронцами забезпечити, открыти конкурс на посаду директоров этих заводов, или директора «Укрспирта», для того, чтобы они навели там порядок. Давайте, кращими, монополия, которая может приносить прибуток, прямой прибуток державе, продамо. И мы понимаем, что руки потрапят. Им не нужны эти неповторожные заводы, им нужно главное, им нужно отримать монополию в руки на выготовление спирта, которая на сегодняшний день належит державе, то есть нам и с вами, с которыми мы должны получать прибуток. И под таким соусом, и я не выключаю, что эти все трагичные события, действительно, и с Вильчишином, заступником директора, который был убитым и убитым, и сейчас тоже связано с этим перерозподелем, а также с подштуканием того, что нужно выставить стратегическое предприятие в Украине действительно на продажу. Проти чего мы категорично выступаем против. Посмотрим, будем очень внимательно следить за этой темой. Спасибо вам огромное. Время у нас уже стекло. Анна Малер, Дмитрий Добродомов были гостями подробностей недели. Мы продолжим. И Укрспирт, и другие госпредприятия в рейтинге коррупционных кормушек, ну, конечно, если бы такой рейтинг составили, просто померкли бы на фоне налоговой службы во времена печально известного Александра Клименко. Учерб составил почти 100 миллиардов гривен. И это только по тем схемам, расследования которых правоохранители сейчас пытаются довести до суда. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о некоторых деталях операции против налоговиков Клименко. Готовили их поимку ровно год. И это только первое звено преступников. По словам Матиоса, они были, цитирую, всего лишь инструментом принуждения и получали из общака украденных денег всего лишь сотые доли процента. Теперь следствие должно довести до суда бенефициаров этих схем. Под следствием могут попасть и 4 действующих народных депутата. Впрочем, пока до них дело не дошло. А вот что с теми, до кого уже добрались эти люди, дойдут до суда? Ответ искала Елена Зорина. Самая громкая спецоперация последних месяцев правоохранители против бывших налоговиков времен Януковича. Вертолеты, усиленная охрана, одновременно 400 обысков в 15 областях Украины. Дело на 100 миллиардов гривен и более двух десятков задержанных. Мы продолжим их участию в одной злочинной организации, которая своей метеей мала сбогачивание семьи коричневого экс-президента. Теневые схемы по отмыванию бюджетных денег, фиктивные предприятия, рассекретить преступную цепочку, утверждают в Генпрокуратуре, помог еще один фискал под подозрением Роман Насиров. Мы хотим, чтобы следствие закинчилося скорейше. Бывшие топ-чиновники Министерства доходов и сборов Днепропетровской, Луганской, Полтавской и Харьковской областей, экс-глава налоговой в Крыму, руководители районных налоговых Киева. Все они задержаны, но вину не признают. И один за одним выходят на свободу, кто под личные обязательства, кто под залог. Миллионы долларов, килограммы золота, серебра, иконы и драгоценности все это изъято во время обысков. Жить на широкую ногу они умели, а некоторые этого даже не скрывали. Знакомьтесь, Игорь Бондаренко, потомственный фискал. Его отец был в заместителях Азарова, когда тот руководил налоговой. А сам он вместо иллюстрации получал повышение. Дошел до должности первого замглавы фискальной службы Киева. По декларации еще чиновник Бондаренко миллионер. Нынешний отчет теперь уже пенсионера более скромный. Зато жена земельный и квартирный магнат. Участки в Черниговской и Киевской областях. Квартиры в Крыму и в центре столицы. Есть даже офисный центр. А еще дом за городом на 500 квадратов. Живет налоговик миллионер в элитном поселке Казин в 25 километрах от Киева. Любимое место украинских ВИПов среди соседей не только чиновники, депутаты и бизнесмены, но и отстраненный главный фискал страны Роман Насиров. Но разыскать особняк за высокими заборами тот еще квест. Рядом конча заспа, поэтому охрана неразговорчива. Скрывать от посторонних глаз все, что нажито, не по сильным трудам, они умеют. Да и жилец Бондаренко среди прочих, видимо, не так уж знаменит. Убийство здесь было домово. Это получается один городок. Он имеет свой юридический адрес. И каждый дом имеет тоже свой юридический адрес. Я вас поведомляю громк на двух предозрах. А это другой задержанный Александр Антипов, бывший губернатор и экс-начальник Миндохода в Луганской области. У него во время обыска нашли почти 4 миллиона долларов. Деньги, значит, литовского инвестора. Адвокат Антипова настаивает обвинение несостоятельное. Сейчас у нас уже находится порядка 6 томов, в которых описаны должностные инструкции, учебник по налоговому праву. А обвинение, сущность обвинения и доказательств в этих томах мы вообще не обнаружили. Сам экс-чиновник громкое дело называет политическим заказом. Все доходы, которые получены мной, моей семьей, они, так сказать, объяснимы. И я занимался бизнесом, и занимаюсь сейчас, и мои члены семьи. Это его последнее интервью без наручников. Бывший чиновник спешит в суд по изменению меры пресечения и еще не знает, что эту ночь он проведет в изоляторе. Но я, слава Богу, там еще не был. Чего меня на 68 лет в возрасте закрывать, причем с двумя серьезными болезнями. Залог в 15 миллионов он так и не внес, мол, денег нет, теперь прокуратура потребовала 100. Я абсолютно никуда не прячусь. Два паспорта, которые у меня были, загранпаспорта, один просроченный, один еще действующий, я вовремя сдал. С браслетом на ноге он просится уехать. После отгремевшего дела налоговиков в истории отстраненного фискала Романа Насирова появился новый поворот. Человек, который запомнился в судах под разными одеялами две недели назад по утверждению врачей перенес операцию, теперь нуждается в заграничном лечении и особом препарате радиоактивном йоде. То ли сделка со следствием, то ли очередная хитрость, но паспорт Насирову все-таки могут вернуть. Уже в этом месяце дело самого Насирова обещают передать в суд, хотя обещали и раньше это сделать, но сроки все время сдвигаются. Что будет с задержанными налоговиками? Не станут ли они вместо обвиняемых свидетелями? И доведут ли эту громкую историю до суда? Или она, как и многие другие, отгремев, забудется? Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Олег Неведумский и Евгений Каминский. Подробности недели телеканал Интер. Это подробности недели. Мы продолжаем. И вот какие темы будут дальше в нашей программе. Парламентские завалы. Каких сюрпризов ждать от Верховной Рады в оставшиеся 12 пленарных дней? Спросим у представителя президента в парламенте Ирины Луценко. Громкие скандалы на антикоррупционном поле. Что теперь мешает отчитаться о проверке электронных деклараций членов правительства? Когда труба устала? Разрыв трубопровода в столице чудом не закончился смертями. Где прорвет в следующий раз? И какие техногенные катастрофы могут вызвать полуразрушенные коммуникации? Несмываемые пятна на мантии. Кто пропустил на конкурс Верховный суд забракованных судей? И как много замаравших свое имя во время революции достоинства могут остаться на своих местах? Первые жертвы коммунальных долгов. За что половину Киева оставили без горячей воды? И какие наказания грозят должникам в других городах? С уголовных производств может начать свою работу на следующей неделе Верховная Рада. Депутаты на этой неделе не заседали, а вот следующая у них наконец-то пленарная. И уже в первые дни генпрокурор пообещал направить народным избранникам представление о лишении неприкосновенности Евгения Дейдея из Народного фронта и Андрея Лозового из ратегальной партии Олега Ляшко. Документы по ним подготовили специализированной антикоррупционной прокуратуре. Назар Холодницкий направил их Юрию Луценко, который должен был передать их уже депутатам, но генпрокурор представление, что называется, завернул, мол, в них были ошибки. Главный антикоррупционный прокурор наличие существенных ошибок отрицает, но стилистически все же подправил и теперь представления все-таки попадут в Верховную Раду. Напомню, Дейдея и Лозового после проверки их электронных деклараций подозревают в незаконном обогащении. Лозовому вдобавок к этому инкриминирует не стесняются в выражениях и обещают дать бой прокурорам. К борьбе готовится и нардеп Сергей Каплин, представитель профсоюза Верховной Раде. По его информации, Печерский райсуд Киева принял тайное постановление об обысках в офисах Социал-демократической партии, лидером которой Каплин как раз и является и в помещениях профсоюза. Заказчиками этих обысков нардеп называет своих оппонентов Арсения Яценюка и Олега Ляшко и уже обещает Печерский суд заблокировать. Ну что ж, вот на таком агрессивном фоне на следующей неделе депутатам предстоит решать еще и кадровые вопросы, которых накопилось уж очень много. Только в правительстве сразу три проблемных кресла. Об отставке уже заявили министр аграрной политики Тарас Кутовой и это накануне-то земельной реформы и министр информационной политики Юрий Стэц. В статусе исполняющей обязанности до сих пор находится и главный медик Ульяна Супрун. Вакансии есть в Национальном банке, в фонде госимущества, должны быть назначены новые члены счетной палаты, Центральной избирательной комиссии и новый парламентский уполномоченный по правам человека. Набор хлебных должностей, за которые можно побороться, в общем уже такой, что способен захватить все внимание политиков на долгие месяцы, не то что недели. Вдобавок ко всему заканчивается контракт еще и у Войцеха Болчуна, польского менеджера, который должен перезагрузить работу украинского железнодорожного монополиста Укрзалезницы 5 июня, официально последний день его полномочий. Продлевать контракт или нет, должен решить Кабмин, но и там уже конфликт. В чем обвиняют польского реформатора в Украине наша короткая справка. Они сходились в словесных баталиях. Я сюда приехал, чтобы работать по тем стандартам, к которым я привык. Это не компания с производительством велосипедей. Обменивались любезностями очно. Сумма убытков от коррупционных действий оценивается более чем в миллиард гривен. Трата от коррупционных дий на один миллиард гривен в 2016-м году. Это где? Кто эти люди? И обвиняли друг друга в некомпетентности за глаза. Министр инфраструктуры Владимир Амелян и руководитель Укрзалезницы бойцах Болчун критиковали друг друга всегда. Но на этой неделе их взаимная политическая любовь вспыхнула с новой силой. Ведь 5 июня заканчивается годовой контракт польского менеджера. Амелян сразу заявил, что даже сценария не допускает, чтобы Болчун остался. Болчун парирует, в отставку не собирается. Рокер-управленец и реформатор Войцах Болчун в Польше был успешным менеджером. Реформировал польскую железнодорожную компанию и уже год пытается изменить украинскую, одну из самых коррумпированных в Европе. За это время польский управленец заработал около 6 миллионов гривен государственной зарплаты. Но смогли реформировать Укрзалезницу. Противники обвиняют Болчуна в абсолютной неэффективности. Мол, грузоперевозки не улучшены, зарплаты работников не выросли, сервис не изменился. Сам Болчун неоднократно заявлял, особенности украинского бизнеса и политики слишком развитые и запутанные коррупционные связи. Именно это и тормозит реформы. Но прибыли Укрзалезницы растут, а в планах полная реанимация. Если профильный министр, которого поддерживает Народный фронт, непримиримый враг Болчуна, то в лице премьера польский управленец имеет ощутимую поддержку. А пока чиновники разных политических мастей пытаются делить такое удобное кресло руководителя Укрзалезницы. Украинские ободранные поезда превращаются в машины времени и увозят пассажиров подальше от европейских стандартов назад в советское прошлое. Как со всем этим набором кадровых проблем будет разбираться коалиция, обсудим с Ириной Луценко, представителем президента Верховной Ради и заместителем главы крупнейшей парламентской фракции. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Давайте обо всем по порядку. Представление о лишении неприкосновенности депутатов до идеи Лазового. На следующей неделе они окажутся в парламенте. То когда дело может дойти до голосования? Вы верите, что найдется 226 голосов за снятие с них неприкосновенности? Ну, выходя из тенденции, которая проследовывается в парламенте, такие голосы находятся. Так была ситуация по Анищенку, такая ситуация была по Мартиненку. Если представление антикоррупционной прокуратурой, которую будет озвучивать от доказов, до сегодняшнего дня всего лишь исполняющей обязанности. Будут ли вопросы уделять внимание этим вопросам на следующей неделе? Как Вы считаете? Ну, в первую очередь, на наступный тиждень у нас будет очень серьезное голосование за омбудсмена Украины. Вы знаете, что до 18 травня должны быть поданы кандидатуры на омбудсмена. Валерия Лудковская при всей моей повазе до ее повноважений, до ее работы она сделала очень много. Она мало пиарилась, но я принимала участь и мала честь працювать с ней, еще перебивая в предыдущей каденции Комитета с правой людини. Сделано очень много и для засудженных, и по тюрьмах, и даже для освобождения заручников. Она проявляет надзвичайно активную позицию. И по вывезению детей из оккупированной территории, из серой зоны. Большое заслуг. Но вынесено на сегодняшний день Народный фронт дает кандидатуру Людмиле Денисовой, мы даем кандидатуру Алексеева. Кстати, Ирина, вот журналисты и некоторые политики говорят о некоем размене между БПП и Народным фротом. Вы им омбудсмена для Денисовой, а БПП получит за это счетную палату. Можете подтвердить? Нет. Какого-размена не отбывается, будут вынесены обидві кандидатуры, будет отбываться тайное голосование, так как это предбачено процедурой о голосовании за омбудсмена Украины. Вот здесь я могу не спросить, почему все-таки политик должен заниматься защитой прав человека, а не тот человек, который, в общем-то, посвятил, например, этому всю жизнь? Какой-то активист? Видите, никаких заперечений нет. Закликали народных депутатов залучить их до обговорения. Они были залучены. Они должны были дать кандидатуру. Такое обговорение произошло на Комитете Немири. Все это происходит прозоро. Если они не запропонировали никакой кандидатуры, все будет понятно завтра, кто будет подан. Народный фронт будет голосовать за Денисова, это понятно. Мы будем голосовать за Алексеева. Но если будет подана еще какая-то кандидатура, яка сможет набрать большинство голосов, все покажет голосование. Наша основная задача показать для общества и показать для европейской спільноты, для Ради Европы, что это все происходит прозоро, не в заднем проходе парламента, не с какого-то бокового микрофона. Все это будет происходить до процедуры. Для нас главное прозорость и чистота. Будем надеяться, что это будет и прозрачно, и чисто. Знаете, от выполнения которых, вы со мной согласитесь, зависит получение Украины очередных транших. Я вот сейчас напомню зрителям, что нынешней весной фонд уже предоставил Украине миллиард долларов, но нацбанки рассчитывают получить еще как минимум 3,5 до конца года. И без этих денег удержать финансовую стабильность в нашей стране будет навряд ли просто. Хотя бы потому, что в ближайшие несколько лет только по внешнему долгу Украине предстоит выплатить больше 12 миллиардов долларов. Давайте напомним, какие именно задачи Украина уже пообещала МВФ решить в этом году и чем должны заняться депутаты. У них осталось 12 дней, а непроголосованных законопроектов десятки. Со следующей недели депутаты снова вернутся в сессионный зал. Первый вопрос, который обещают рассмотреть кадровый. Уже во вторник на рассмотрение депутатов могут внести кандидатуры на пост омбудсмена. Но перед избранниками есть вызовы именно они станут проверкой депутатского единства и эффективности. В кратчайшие сроки нардепы должны взяться за пенсионную реформу. Ее проект уже презентовал премьер и одобрил МВФ. До конца летней сессии депутаты должны успеть проголосовать и земельную реформу. Это при том, что открыть рынок земли слуги народа не могут уже 15 лет. А на данный момент нет ни проекта реформы, ни человека, который взял бы на себя ответственность за нее. Ведь аграрный министр в мае подал в отставку. Кроме того, депутаты должны поработать и на антикоррупционное благо. И наконец-то расширить полнобойщее НАБУ. Сделать это они обещают МВФ еще с осени. Обещают избранники взяться и за пакет законопроектов по приватизации. По каждому из этих вопросов скандалов и споров не на одну неделю. А времени совсем нет. Но, как показывает практика, депутаты с легкостью умеют отодвигать даже самые строгие дедлайны и проваливать самые актуальные и нужные законопроекты. Продолжим разговор с Ириной Луценко, представителем президента Верховной Рады и заместителем главы фракции Блок Петра Порошенко. Ирина, скажите, вы сами верите, что хотя бы какую-нибудь из этих реформ удастся принять за вот эти 12 дней пленарных заседаний, которые остались до парламентских каникул? Мы поставили перед собой достаточно амбитную мету. На сегодняшний день, сегодня, в 2-й године дня, в администрации президента произошла Рада реформ, на которой было презентовано узгоджено рабочей группой вместе с Кабинетом Министров, рабочей группой депутатов медичную реформу. За всеми показаниями смерти, Украина занимает последние позиции среди стран Европейского Союза. 136 тысяч украинцев щороку помирает при том, что им, если бы вчасно была надана медичная помощь, эти люди могли бы просто жить. Это та реформа, до которой еще не приступалися. Ну, если не зважать на то, что мы приняли закон про автономизацию медицинских заходов, который дает возможность пользоваться кошечками и в конце года не отдавать их назад в бюджет, чтобы лекарники могли planовать какие-то покупки обладнания, лечения, медицинских и так далее. Это та социальная реформа, которая назрела на сегодняшний день. Сегодня было безпрецедентно жвавое обговорение на Раде реформ. Были присутні представители всех фракций, кроме Батьковщины. Когда ее ждать все-таки? Мы в вторник спробуем внести ее в порядок деньный за этот период, за эти три дня. Кабинет министров в выходные сделать узгодженный вариант этой реформы. Она будет представлена и подана в вторник в Верховную Раду. До четверга мы хотим проголосовать ее в первом читании. Хотелось бы надеяться на две вещи. Во-первых, что голосование пройдет и удастся набрать. Во-вторых, что готовили эту реформу не в ППХ, а действительно хорошо и профессионально. Вас не смущает, что реформу в системе здравоохранения сейчас проводит не министр, а исполняющий обязанности министра? Скоро зеленую реформу у нас будет проводить исполняющие обязанности министра. Я, власне, про це и хотела сказать. Ульяна Супрун при всех ее достоинствах, при всех ее позитивных моментах при волонтерстве на Майдане должна была показать депутатам результат. Нарешті мы этот результат побачим в Верховной Раде. Уже другий результат по концепции, яка была принята Кабинетом Министров. Я думаю, что когда вдастся принятие медичную реформу, а мы поставили себе такую амбитную мету до лета ее сделать, проголосовать в другом читании. Я думаю, тогда можно будет спокойно, достойно рассмотреть кандидатуру Супрун как на министра. Что еще из требований МВФ удастся принять в этом году? Иде очень серьезное обговорение пенсионной реформи. Земель уже перенесли на осень. Иде очень серьезное обговорение земельной реформи. Диалог с обществом, с фермерами, с производителями, с большими арендаторами, с людьми, которые стали властниками этих паев. Вона была распайована 17 лет назад. Все эти реформи обговорятся. Но основное, что я хочу зазначити. Международный Валютный Фонд не высывает в Украине требований. Мемории, сигнал, СМС, поведомления, он рекомендует уряд, делая соответствующие рассчитывания, увидев, что им не получится, что позволяет экономическая ситуация, взял на себя амбитную мету. Что хочу зазначити. Президент спостерегает за этой земельной реформой, за тем диалогом, который происходит в общественной Верховной Раде. Президент спостерегает за пенсионной реформой. В попыхах успешно такие реформы не будут делать. Но указания это МВФ или просто рекомендации к рекомендациям. МВФ все равно тоже смотрит, как мы реагируем даже на те же рекомендации. обговорение идет, розрахунки вивчаются. Спасибо вам за эти ответы. Ваша позиция понятна. Ирина Луценко, представитель президента в парламенте, замглавы крупнейшей фракции Верховной Раде БПП, была гостем подробностей недели. Далее в нашей программе много шума и ничего. Что снова мешает проверкам электронных деклараций чиновников, наказания за бездеятельность, какими катастрофами нам с вами угрожает изношенный фонд ЖКХ и плата за неуплату. Чего вам стоит ждать, если имеете задолженности по коммунальным платежам? Обо всем этом и не только через несколько минут. Дождитесь. Громкие скандалы на антикоррупционном поле. Что теперь мешает отчитаться о проверке электронных деклараций членов правительства? Когда труба устала? Разрыв трубопровода в столице чудом не закончился смертями. Где прорвет в следующий раз? И какие техногенные катастрофы могут вызвать полуразрушенные коммуникации? Несмываемые пятна на мантии. Кто пропустил на конкурс Верховный суд забракованных судей? И как много замаравших свое имя во время революции достоинства могут остаться на своих местах? Первые жертвы коммунальных долгов. За что половину Киева оставили без горячей воды? И какие наказания грозят должникам в других городах? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Спасибо, что дождались. Начнем мы с одной из самых обсуждаемых сейчас новостей. Украина наконец-то получила решение в стокгольмском арбитраже по газовому спору с Россией. Пока, правда, решение промежуточное. Финальный вариант будет к концу июня. Но уже сейчас можно говорить, что существенную часть требований украинской стороны в Стокгольме удовлетворили. Больше не действует печально известный принцип «бери или плати», который был заложен в газовом контракте от 2009 года и по которому Украина должна была покупать определенный минимальный объем газа у России даже в том случае, если этот объем не используется. Именно этот пункт контракта и стал основой для многомиллиардных претензий Газпрома. Речь шла более чем о 40 миллиардах долларов. И именно эту часть решения арбитража в самом «Нафтогазе» называют главным результатом. Об этом, например, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. Удалось Украине также снять запрет на реэкспорт газа. Впрочем, рассчитывали в нашей стране не только на это. «Нафтогазу» все же придется отдать часть долга за предыдущие годы. Какую конкретно сумму пока неизвестно, но предварительные подсчеты показывают, что это не меньше, чем 600 миллионов долларов. И как раз в этой части иска была одна из важнейших для Украины задач. Но вот на другом международном направлении успех у нас абсолютный. Евросоюз все-таки завершит ратификацию соглашения в ассоциации с Украиной. Это то, к чему наше государство стремилось много лет. Во вторник Сенат Нидерландов наконец-то проголосовал за ратификацию. Отказ этой страны от договора с Украиной ставил под угрозу весь процесс евроинтеграции нашей страны. Теперь этих препятствий нет. Единым фронтом мы отримали важливую победу. Единым фронтом мы отстояли Угоду про ассоциацию, дорогу до якої три с половиной роки тому открыли учасники Евромайдану и Революции Гидности. И уже первый год тимчасового использования Угоды продемонстрировал, насколько высокий потенциал она имеет для Украины. наш экспорт до краин Евросоюза разрез почти на четверть на 24,5%. Украина поступово интегруется в европейскую политику в очень многих сферах. Набуття чинностей Угоди про ассоциацию зону вільной торговли и безвизовый режим с Евросоюзом, который стартует примерно за 10 дней. Это очень важные кроки на нашем шляхе до объединенной Европы. И мы твердо налаштованы идти к нашей стратегической метке. Это гарантия нашей свободы, независимости и территориальной целостности. Европа это наш цивилизационный выбор. И ближшим часом Нидерланды передадут ратификационную грамоту до Брюсселя. А далее Рада Европейского Союза своим специальным решением запустить выполнение угодов про ассоциацию с ЕС на полную проектную потужность. Слава Европе и слава Украине! Вот только с окончанием процесса ратификации договора процесс евроинтеграции Украины не завершается. Наша страна только в начале этого пути и на нем есть проблемные моменты. Например, пресловутые квоты для поставок на европейский рынок, которых украинским производителям не хватает. Возможен ли прогресс по этому вопросу? И когда? Давайте узнаем у нашего брюссельского корреспондента Елена Абрамовича. Она с нами на связи. Лена, приветствую. Очень простой вопрос у меня к тебе. Что дальше? Если говорить об ассоциации, как будут развиваться события и каких решений нам ждать от Евросоюза? Прошу. Алексей, осталась формальность. Документ передадут на подпись королю Нидерландов и уведомят Брюссель, что ратификация завершена. После чего решение опубликуют в журнале Евросоюза и через месяц ассоциация вступит в силу. Брюсселе надеются, что это произойдет до саммита Украина-ЕС 12 июля, который пройдет в Киеве. Готовят к этой дате еще один бонус. Это увеличение объемов товаров, которые Украина может возить в страны Евросоюза без пошлин. Так называемые квоты в рамках зоны свободной торговли. К слову, ЗСТ это экономическая часть соглашения об ассоциации. Она заработала еще в начале 2016-го. Это был особый жест поддержки. Евросоюз в одностороннем порядке открыл рынки для Украины, но только частично. В итоге, по некоторым категориям товаров, наши производители исчерпали годовые квоты буквально за первые несколько недель. Это мед, кукуруза, ячмень. За первый квартал полностью использовали квоты на сахар, соки и обработанные томаты. И вот сегодня стало известно, что Украина уже выбрала годовую квоту на пшеницу. Именно поэтому ЕС сейчас готовит решение об их увеличении. Еврокомиссия включила все эти позиции в перечень еще в сентябре, его передала в Европарламент. И там накануне уже проголосовали документ. Правда, убрали из него три позиции пшеницу, томаты и мочевину. Ну а теперь свое слово должен сказать еще Совет ЕС. И пока непонятно, успеют ли евроинституции найти консенсус до июльского саммита. Что касается политической части соглашения, которая вступит в силу сейчас, то она предусматривает сотрудничество в самых разных сферах от образования и здравоохранения до развития бизнеса. И это не просто набор преференций, это договор с четким графиком выполнения пунктов. Украина же пока здесь значительно отстает. Алексей. Спасибо. Мы сейчас как раз будем разбираться с этим графиком, отставанием Украины. Наш европейский корреспондент Елена Абрамович была на связи со студией из Брюсселя, столица Евросоюза. А в студии у нас Иванна Климпуш-Сенсадзе. Прошу вас, Иванна, присоединяйтесь. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Добрый вечер. спасибо, что пришли. Не ошибусь, если скажу, что это человек, который сделал немало для того, чтобы вот такие позитивные новости об ассоциации у нас с вами появились. Спасибо вам, Иванна. Спасибо. И если позволите, я хотела бы просто коротко реагировать на то, что поведомляла ваша корреспондент из Брюсселя. Треба чётко понимать, что у нас есть квоты на безмитное везение товаров до Европейского Союза. Но это ничего не забороняет нашим виробникам понад цю квоту ввозить на других загальных правилах те же самі товары. Например, приклад есть того, что действительно у нас на данный момент действует квота 5000 меда. То есть платить за это больше? То есть платить уже, да? Да, 5000 тонн меда, но в 2016 году 40 тысяч тонн меда было поставлено украинскими товаровиробниками, которые считали, что это все равно надзвичайно для них выгодно. Наверное, просто люди понимают зону свободной торговли немного по-другому. Хорошо, но все равно эти квоты можно расширить в перспективе или нет? Сейчас производители все-таки жалуются, что не совсем свободна эта зона, да? А уже сейчас трошки было пояснено, да, иде мова про автономные торговельные преференции. Это, власне, сбільшение квот беззмитного, снова что таки, квот выключено беззмитного ввезения товаров до Европейского Союза, к краям Европейского Союза. И это относится действительно окремых групп товаров. И, поза тим, мы ведем разговоры о том, чтобы получить либерализацию доступа до рынков Европейского Союза окремых групп промисловых товаров. Очевидно, что рынок промисловостей в Европейском Союзе достаточно жорстко регулируется и много в чем защищается самыми производителями. Но мы должны понимать, как мы получаем сертификат качества стран Европейского Союза, как мы дома создадим условия, за которыми мы безперешкодно можем продавать свои товары в ЕС, мы можем продавать точно так же на величезную колькість рынков, которые для нас открываются и по всему святу. Ивана, какие-то сроки можно обозначить? Вы говорите о переговорах на промышленную группу товаров. А это как раз должно быть в рамках этого решения, про которое сейчас идет, которое обговорится в треологии, так называемом. Мы уже знаем это слово треолог, это перемоги между Европейским Союзом, Европейской Радой, Европейской Комиссией и Европейским Парламентом. Мы знаем это слово безвизового треолога между этими трех институциями. И я сподіваюся, что, власне, будет возможность решить это вопрос до саммита Украины-ЕС 12-13 липня, который должен происходить в Киеве. У нас уже есть подписанное соглашение об Ассоциации ЕС. Теперь важный вопрос. Что дальше? Мы можем получить от Евросоюза реальную перспективу членства? Как вы думаете? А давайте мы начнем с того, что мы будем активно выполнять самую угоду про ассоциацию, которая нам даст возможность получить тот самый умовно безвиз для товаров, для капитала, для послуг наших украинских в страны Европейского Союза и до нас. Но, Иванна, ведь украинцам и вообще всей стране не помешает большая амбициозная цель, которая бы в нас всех подстегла. Я переконана, что вона в нас есть. А эту цель мы себе поставили подчас Революции Гидности на Майдане. Эту цель мы переследуем с того часу и идем до ее втіленя. И если мы, на жаль, до того часу отстали так далеко от тех перетворений, которые пришли в странах Центральной Европы, которые рухнулись в направлении Евросоюза и не меняли своего направления руха до этого часа и они отримали членство, то, на жаль, нам теперь доведется надолуживать то, что мы втратили против 23 лет. О нашем большом отставании по выполнению графика ассоциаций. Это трошки инше. Я сейчас говорю про отставание протяжем 23 лет, когда мы что-то называли реформами и реально не делали реформами. Хорошо, а если вернуться к графику по ассоциации, насколько мы отстали от выполнений? Смотрите, в каждой сфере это есть иншие обязательства, это надзвичайно комплексный документ и очень масштабный документ. Я наводила приклад, мне кажется, очень промывистый. Для того, чтобы выполнить все обязательства в фитосанитарной и санитарной сфере в этих заходах, мы должны приблизно провести в наше законодательство как на уровне законопроектов, так и подзаконных актов приблизно 500 документов. Это величезная работа. Представляете, нам просто полностью нужно перебудовать систему обеспечения качества продуктов для украинцев, соответственно, производства, и, соответственно, тогда мы будем иметь доступ к ИС. В нашей стране, учитывая все особенности нашей страны, это отставание возникло из-за недостатка времени, о котором вы говорите. Возможно, есть какая-то коррупционная составляющая или отсутствие политической воли. Вы знаете, это комплекс вещей, который насамперед связан с забюрократизированными и регламентными процедурами как в Кабинете Министров, так и в Верховной Раде. На жаль, отсутствие цієї гедности и механизму уникнения проходения в Верховной Раде тих документов, тих законопроектов, которые сопередствуют право Европейского Союза. Это низкая, на данный момент, спроможность Министерств, на которых лежит первая и главная роль для того, чтобы пропонировать решения в рамках политики что до тих законопроектов или что до тих изменений в политике, которые бы отвечали нашим обязанностям. Поэтому нам нужно работать как над изменением этих всех наших спроможностей, наявностей квалификованных фаховцов, которые умеют это делать с залучением технической допомоги, без залучения технической допомоги и одновременно избавляться в своих процедурах, избавляться этой зарегламентированности, которую мы уже делаем, но еще не так, на жаль, как бы хотелось. Многим стоит уже начинать работать, а не просто говорить о том, как они работают. Я бы очень хотела, чтобы наши все министерства максимально мобилизировались, потому что от них залежит, от каждого министра, от каждого министерства залежит, насколько в каждом из тех галузей, за которые они отвечают, будет просоваться евроинтеграционная интеграция. Мы продолжаем и сейчас поговорим о дымовой завесе скандалов, которая заменяет реальную работу. Мало того, что нацагентство по противодействию коррупции работает крайне медленно и неэффективно, так там до сих пор не могут утвердить результаты проверок электронных деклараций членов правительства. Документов, видите ли, о проверке недостаточно. Борьбу с коррупцией в НПК сводят до внутренних междусобиц. Это даже еврочиновников начало беспокоить. Тем временем прокуратура взялась за разработчика программного обеспечения для НПК. Больше о скандалах на антикоррупционном поле смотрите в нашей короткой справке. Из миллиона деклараций проверено сотня. Вместо автоматизированной программы полный хендмейд. А вместо слаженной работы постоянные склоки и междоусобицы руководства. Национальное агентство по предупреждению коррупции. Этот орган срочно должен начать выполнять свои функции. Иначе сама идея декларирования сводится на нет. А НПК говорил в Киеве еврокомиссар Йоханнес Хан. Ведь нацагентство по противодействию коррупции буквально погрязло в скандалах. И один из них коррупционный. Я слышал об этом, но не хочу высказываться относительно тех расследований, которые проводятся. Речь идет о деле Миранды. Украинские правоохранители заподозрили. Айти-компания, которая разрабатывала программное обеспечение для НПК, уклонилась от налогов. За работу Миранда получила почти 97 тысяч долларов. Но часть суммы вывели через эстонскую компанию. Керевник ТОВ Миранда, некий пан Новиков, подписал угоду, доручил выполнение этих работ выкладчику Киевского политеху, а также его студентам, что они сделали. Пан Новиков замыслив эти деньги присвоить и ухилиться от обеспечения. Таким образом, деньги, которые были ТОВ Миранда, были выведены через фиктивную фирму на счет в Эстонию. Нам кажется, что это попытка обратить внимание от того, что результаты декларования не исследуются, какие-то идут заперечки и вытянут на публичность и натискнут на компанию, которая разработала систему, которая даже сейчас не эксплуатуется. По данным Генпрокуратуры, государственная казна недополучила налогов на миллион гривен. И в офисе компании, и в домах ее сотрудников на этой неделе провели обыски. А Юрию Новикову даже вручили подозрения. И вот сегодня суд избрал меру пресечения бывшему директору Миранды Юрию Новикову залог в виде почти миллиона гривен и личное обязательство. Ну, теперь о том, как скромную государственную зарплату превратить в земельные участки, дорогие машины, загородные дома, квартиры. Секрет таких финансовых превращений уже давно известен украинским судьям. И именно поэтому снимать мантии они не очень-то хотят. Очищение судебной системы идет крайне медленно. Один из ярких примеров. Отбор судей Верховный суд Украины. Среди кандидатов очень много одиозных персонажей. Как они объясняют свои далеко не бюджетные доходы, знает Павлина Василенко. Мы сейчас с вами присутствуем и часто называются в исторических книгах революция сверху. Революция сверху это отбор судей Верховный суд Украины. Они и тесты писали, и на собеседования ходили. В итоге с полутора тысяч желающих до финала добрался 381 претендент. То, как судьи отвечали на собеседованиях, можно было наблюдать онлайн. А представители общественности имели возможность задавать вопросы и витировать недобросовестного судью. Негативное решение от общественного совета добросовестности получил каждый третий. Кандидатов отримали негативные выставки ГРД, то есть Градская Рада Доброчесности считает, что эти люди в принципе не могут быть судьями Верховного Суда. Это люди, которые брехали в декларациях, это люди, которые манипулировали с майном. Например, судья высшего админсуда но при этом владеет домом под Киевом площадью 270 квадратов стоимостью около миллиона гривен и еще пользуется бесплатной квартирой в 142 квадрата в центре столицы. На вопрос комиссии, как отапливают такие метры, судья признается, экономит. В зимку батарея подкручена не на 5, на 7, а на минимум на 1. И одеваются два халаты и шеи фуфайка. И три пары теплых носки. Жить на одну зарплату искусство, которым владеет почти каждый украинский судья. Вот дом Анатолия Емца, одного из кандидатов на должность в Верховном суде. Он носит мантию 27 лет и бизнесом никогда не занимался. При этом насудил на особняк в 500 квадратов в элитной части поселка Гора под Киевом. Записано жилье на жену. У нее зарплата 3000 гривен. В декабре прошлого года дом выставили на продажу за 400 тысяч долларов. Купил ли кто? Пытаемся узнать. Сам Емец на собеседовании сказал, что дом продается плохо. Агентство занимается. Кто имеет эту выгоду? Мне не знаю. Ни одного реально покупца не было. Но одним домом семья Емцев не ограничилась. Купила второй дом чуть поменьше на той же улице. У входа два флага Украины и Евросоюза. Пообщаться с хозяевами не получилось. Семья судьи высшего хозсуда Сергея Бондаря тоже живет на скромные бюджетные зарплаты. Но в собственности семь квартир и несколько домов, которые появились в 2012 году. Хотя, по словам Бондаря, во времена Януковича он был в Афале и даже пришлось сменить кресло главы Киевского апелляционного суда на портфель обычного судьи высшего хозсуда Украины. А вот кто получит должность сейчас, станет ясно уже скоро. Окончательный этап отбора Верховный суд стартует 6 июня. Мы створюем новый Верховный суд. Мы уже бачим, что там будет много новых обличий. Новые обличия есть, как среди судов теперешних, так и среди кандидатов с поза межсудовой системы, но их, на жаль, очень мало. Хизуются представители политической влады, говоря о том, как хорошо в нас идет судовая реформа. Вона, на жаль, на сегодня не идет хорошо, и мы стоим на порозе катастрофы, когда могут быть призначены судьями Верховного суду кандидаты, которые явно не отвечают критериям доброчесности. Но кто и кого будет выбирать, этого общественность не увидит. Те, кто говорит о беспрецедентной открытости конкурса, решили, финальное голосование должно пройти закрыто. Система старая, она намагается всеми силами втриматься при владе и абсолютно не желает очищаться. Судейская система сопротивляется люстрации на всех уровнях. Даже сомнительные сказочные богатства во декларациях людей в мантиях не мешают им вершить правосудие. Например, судья-переселенец Галецкого суда Львова Виталий Радченко в 2014-м купил земельный участок в пригороде за 300 тысяч гривен. Затем приобрел квартиру за 750 тысяч гривен. На Радченко несколько раз жаловались высшую квалификационную комиссию, но дисциплинарного наказания не последовало. Максимально, что может сделать судью, который, кажется, не проходит, не может быть судей, это отправить на полгода в школу судей. То есть, еще полгода судью, который не может объяснить свои статки, отсылает учиться, он учится и потом снова возвращается, снова рассматривают и в результате призначают. Новые судья Верховного суда будут получать одну из самых высоких зарплат в стране, а 225 тысяч гривен в месяц. 120 счастливчиков должны будут пройти проверку Высшего Совета Правосудия, а потом их фамилию утвердит президент. Пока же сражения за заветные мантии продолжаются. Павлина Василенко, Олег Неведомский, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. А вот где сражение только началось, так это в Вашингтоне. Дональд Трамп переживает, наверное, самые сложные времена в своей жизни. Недавно он и сам признался. Думал, что работа президента будет полегче, но оказалось, в США всерьез обсуждают возможный импичмент. Рейтинг президента Трампа очень низкий, а его действия вызывают все больше критики. К примеру, решение этой недели о выходе США из Парижского климатического соглашения. Это договор 2015 года, действие которого распространяется почти на все страны планеты, но кроме, пожалуй, Сирии и еще нескольких государств. По всей Америке уже начались протесты против этого решения Трампа. Критикуют его и в Европе. Чем все может обернуться, выяснял Дмитрий Ановченко. Протестами теперь уже ни Нью-Йорк, ни Вашингтон не удивить, но эти дни стали черными для зеленых. Под окнами у Трампа, что в столице, у Белого дома, что в Нью-Йорке, неподалеку от Трамптауэр, шумные пикеты экологов. А в выходные все будет еще серьезнее. На марше по всей Америке сотни тысяч людей зовут. Я была шокирована. В принципе, многое из того, что он делает, шокирует, но тут... Он такое с нашей страной сделал, а теперь ужас, что с миром делает. Вот я и протестую. Я не удивлен, но разгневан. Мы уже совсем у черты. И все это из-за решения новой команды выйти из Парижского соглашения по климату. О нем в Белом доме Дональд Трамп объявил лично. Мы больше не хотим, чтобы лидеры других стран смеялись с нас, и они не будут. Я был избран, чтобы представлять жителей Питтсбурга, не Парижа. Но вот только политические эксперты сомневаются, не дымовая ли это завеса, которая поможет снять градус напряженности внутри страны? Заявляют, борьба с изменением климата вредит бизнесу. Но почему тогда сам бизнес утверждает обратное? Может, отмена договора больше на политике скажется, чем на погоде за окном? Дальше больше. Команда Трампа еще один повод для обсуждения подбросила. Просит Верховный суд вернуть в силу его указ о запрете на въезд в страну для мигрантов. Споров теперь не на одну неделю. Параллельно Пол Америки опечатку президента обсуждает. Мол, что это за слово такое? Кофефе. В недописанном твите, который то ли случайно, то ли действительно нарочно опубликовали. Весь этот белый шум на время изменил повестку дня в стране и темы разговоров. Что в соцсетях, что на капиталистском холме. В здании Сената себя сейчас чувствуешь словно в декорациях телесериала «Карточный домик» в паузе между съемками здесь абсолютно пусто. История с парижским договором по климату спутала конгрессменам все карты. Но очень скоро эти кулуары снова наполнятся людьми в дорогих костюмах, которые в своих выступлениях будут говорить о разном, но произносить одно только очень громкое слово импичмент. Для него пока ни голосов, ни оснований нет, но звучные слова поднимают конгрессменам рейтинг. А значит, мантру, о расследовании и о возможной отставке тут и дальше будут произносить. Надеюсь, мы сможем создать независимую следственную комиссию, которая всю информацию соберет. Мы сможем ее сопоставить и наконец-то свяжем концы с концами. А вот что реально занимают политиков, можно узнать, напросившись к ним в попутчики, сюда редко попадают посторонние. Эта ветка проходит прямо под конгрессом и соединяет между собой его помещение. Все серьезно. Три линии, шесть станций, семь поездов. Народным избранникам не пристало ходить пешком, вот и ездят между офисами на депутатском метро. В дороге обсуждают планы и говорят в основном о выборах, мол, часть конгресса переизберут через год. Вот политикам и выгодно, чтобы скандал вокруг Трампа до этого момента не утих. Будет длительное расследование, его будут тянуть и тянуть и каждый раз будут намекать президенту Трампу окей, дела все серьезнее и серьезнее. И похоже, в американской столице теперь устроят политические соревнования по перетягиванию каната. Команде президента важно увести внимание от проблемных тем, его противникам необходимо тянуть обсуждение в свою сторону, при этом не доводя ситуацию до точки кипения раньше времени. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Инта. Ну а пока Трамп и его оппоненты выясняют отношения, самые опытные политические игроки в Соединенных Штатах уже готовятся к следующим президентским выборам. Вот как, например, Джо Байден, экс-вице-президент и, кстати, большой друг Украины. По данным одной из самых влиятельных американских газет New York Times, уже на следующей неделе Байден готовится объявить о создании Комитета политических действий. Это такой вид политических организаций, которые собирают частные пожертвования, а затем уже тратят деньги на избирательные кампании. По мнению журналистов, такой шаг Байдена может свидетельствовать о том, что он рассматривает возможность участия в следующих президентских выборах. К ситуации на востоке Украины. На этой неделе боевики обстреливали прифронтовые города и села по всей линии разграничения на Донбассе. Разрушения просто поражают. Есть раненые среди мирных жителей. Сегодня под прицелом террористов была Марьинка. Там двое раненых. Молодая девушка и старик. В самых горячих точках на востоке побывал наш военный корреспондент Руслан Смещук. Жизнь в подвале под беспрерывные звуки взрывов и выстрелов. На этой неделе боевики накрывали огнем мирные кварталы. Авдеевка. Здесь снаряды били прямо по улицам. Люди прятались кто где мог. Но трое жителей все же получили осколочное ранение. Отсюда до линии фронта всего 15 километров. Совсем рядом Волноваха. Тут снаряды взрывались возле детского летнего лагеря. Единственного на весь район. Люди конечно тут такие кто там не служил перепугались. Начали прятаться. Ну в общем потом утром уже начали смотреть здание. Попадание было всего в нескольких сотнях метров. В двух корпусах вылетели стекла. К счастью в тот момент в лагере не было детей. Но нет гарантии что детский центр не накроют огнем когда в него заедут дети. Под угрозой срыва процесса здоровления сезона 2017 года. А мы планировали здоровить порядка 440 детей. Десятки тысяч украинских детей в прифронтовой зоне живут под постоянной угрозой обстрелов. Пятилетний Кирилл с матерью Татьяной бежали из Донецка сюда в село под Волноваху. Но война так просто не отпускает. Периодически Кирюшу будят среди ночи и ведут в подвал. Начали гупать мне было страшно пошли уже в подвал. Потом притихло пошли домой. Потом другой был обстрел позавчера. Начало стрелять вот так вот ну вот так вот много вот так вот бах бах сначала свист потом был взрыв такой большой. Мы с детьми сидим в подвале в подвале сидим. С Донецка выехали дети сюда вот беженцы наши выехали прячемся здесь но здесь же тоже не спрячемся. По злой иронии этот обстрел произошел накануне Дня защиты детей. Тогда в Мариуполе находился премьер пообещал у ребят будет летний отдых. В Запорежье в рамках области можно принять решение и перевести детей что мы имеем сегодня 50-100 обстрелов в день это абсолютное свидетельство того что Российская Федерация для себя выбрала абсолютно зрозумевую тактику. До этого времени 15-16 год батальоны стояли здесь никаких обстрелов ничего не было а сейчас буквально каждую неделю регулярно раз-два в неделю получается обстрел мирное население они не выбирают и стреляют и все сваливают только на дно там что это только не украинцы стреляют здесь все говорят что стреляют украинцы сами по себе но я не верю в этом что будут тут рядом дети рядом сами военные стоят и стреляют фразу украинцы сами же по себе и стреляют еще можно услышать от жителей прифронтовых поселков но говорят об этом все реже люди живущие третий год под постоянными обстрелами уже неплохо разбираются кто откуда стрелял слышу лежат летят грады к нам я упала на землю и меня пролетело два раза по четыре раза пух-пух-пух начало взрываться я потом прибежала дорогу и технику а потом скажут что это стреляла Украина это руб за сто это рассказ об обстреле Красногоровки город до сих пор оправляется после мощнейшего за все время войны налета огромные воронки по всему городу разбитая больница школа пятиэтажка десятки домов без окон и шуршало над городом такое вот как вот самолеты реактивные пролетают вот такая вот фигня и вот оно шуршит потом бах и взрыв и где-то между взрывами ну минута что примечательно шрапнели практически нет зато остались фрагменты реактивных двигателей военные склоняются к мысли что это могли быть полукустарные ракеты как в Сирии где к двигателю Града или даже Урагана крепили самодельную боевую часть бьет очень неточно но с исключительной силой Руслан Смещук Вадим Ревун Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук подробности недели телеканал Интер и печальная новость этой недели ушел из жизни бывший глава украинская греко-католической церкви и претендент на папский престол блаженнейший Любомир Гузар было ему 85 лет без преувеличения Любомир Гузар неоспоримый авторитет нации родился он во Львове а перед окончанием Второй мировой семья эмигрировала в Америку в католическом университете Вашингтона Любомир получил образование и был рукоположен священнике а затем переехал в Рим в Украину Гузар вернулся в начале 90-х и уже в 2001-м возглавил украинскую греко-католическую церковь которой руководил 10 лет вчера тела блаженнейшего доставили во Львов в собор святого Юра люди нескончаемым потоком идут проститься со своим понтификом они выстраиваются в очередь чтобы попасть в храм приносят желтые хризантемы в знак разлуки и белые розы как символ чистоты души завтра по улицам Львова проследует траурное шествие после чего тела блаженнейшего перевезут в Киев похоронят Любомира Гузера в понедельник в крипте Патриаршего Собора Христового сейчас мы прервемся на несколько минут а после поговорим о социальных бедах и непобедимой коррупции которая до этих бед доводит темы касаются всех нас не пропустите спасибо что смотрите подробности недели мы возвращаемся в прямой эфир и сейчас расскажу вам об уборочке на миллионы в Ременской области Облавтодор и служба автомобильных дорог проявили удивительную оперативность они освоили почти 9 миллионов гривен всего лишь за сутки зимой за эти деньги они якобы очистили трассы от снега но вот такой финансовой нечистоплотностью и прытью заинтересовались прокуратуре и открыли уголовное производство как себя чувствуют его фигуранты и Нобелецкая пыталась поймать неуловимых дорожников и разобраться как на хитрых тендерах тают государственные деньги они соседи живут мирно делятся всем что государство пошлет кроме госденей служба автомобильных дорог Кривенской области и Облафтодор делят один вход вот в этом старом доме с фетхим фасадом их путь к успеху через тендеры которые проводит служба и в которых почти всегда побеждает Облафтодор у них общие задачи а теперь и одно уголовное производство в декабре прошлого года провели торги почти на 37 миллионов гривен на содержание 2000 километров дорог в течение внимания 18 дней правда потом сумму уменьшили до 22 миллионов в тендере было всего два участника Облафтодор и городское дорожно-эксплуатационное управление победил конечно же Облафтодор если нужно минимум законам два участника тот подиграет в тих тендерах а тот подиграет в местных соответственно никакой реальной конкуренции нет очевидно сколько денег выдают сколько они освоят и особенно контроля за этим тоже нет аукцион завершился 12 декабря а уже 13-го на счет Облафтодора поступило 8 миллионов 600 тысяч гривен именно столько по документам подрядчик потратил за один день эта сумма пошла на очистку трассы от снега как так удивились прокуратуре и открыли уголовное производство это фото заснеженной трассы Киевчоп в декабре когда тендер уже был проведен и это уборка за 8 миллионов конкурент Облафтодора на аукционе сам удивлен арифметикой но тогда дороги должны быть в идеальном состоянии должна постоянно работать техника и своя и арендованная но снег не асфальт проверить как вместе с ним растаяли бюджетные деньги сложно впрочем за всем что происходит на трассе Киевчоп следят камеры системы метео и видеонаблюдения обслуживает фирма Дорекс Беспекоруху она тоже выигрывает миллионные тендеры и в тот день 12 декабря именно Дорекс победил на аукционе и именно у них по решению суда изъяли сервера на экспертизу чтобы увидеть как Облафтодор осваивал 8 миллионов за сутки фирма Дорекс находится в обычной киевской многоэтажке ни вывески ни указателя вахтер подсказывает офис на втором этаже поднимаемся но общаться с нами никто не хочет за дверью затаились звоним дверь офиса не открывают но они сейчас в офисе там их много я заходят утром приходят потом на обед узнать подробности миллионной уборки хотим у самих дорожников директора облафтодора нет на месте сотрудники путаются в показаниях мы заходим в облафтодор еще два раза на какого дня он сам определяется мне скажем мы вас не берем искали мы директора и на трассе куда он должен был отправиться с инспекцией но безуспешно идем к соседям облафтодора за стенкой заказчики миллионных работ службы автомобильных дорог области ее руководитель Петр Довиченко декларация этого госслужащего еще два дня назад была на сайте на ПК теперь страница недоступна но есть на портале канцелярской сотни итак Петр Довиченко с супругой которая работала в суде владеют земельными участками во Львовской и Ривненской областях и в самом областном центре домиками отдыха во Львовской области а в прошлом году приобрели квартиру почти на 130 квадратов в Ривне и этот успешный человек по-видимому слишком занят или забыл о статусе госслужащего Так или иначе пока длятся экспертизы жизнь в облафтодоре и службе автомобильных дорог идет своим чередом люди в оранжевых жилетах хватают ямы чтобы в следующем году люди в костюмах могли успешно разработать очередной план ямочного ремонта и провести тендеры государственные миллионы или расстаются снегом или сойдут с асфальтом Инна Белецкая и Богдан Вербицкий Николай Василюк подробности недели телеканал Интер платить круглые суммы за коммуналку и при этом греть кастрюльки и тазики с водой половине Киева отключили горячую воду казалось бы проблема вполне бытовая но вот касается она миллионов людей к тому же почему люди которые платят по квитанциям должны терпеть неудобства оказывается все потому что в столице отключили одну из ТЭЦ из-за долгов Киевэнерго перед нафтогазом мол долги столицы за отопление уже больше 4 миллиардов гривен но еще одна причина постоянных отключений воды не только долги но и постоянные прорывы крайне устаревших коммуникаций почти по всей Украине трубы уже давным-давно отработали свой ресурс они рвутся образуют гейзеры провалы и заливы на этой неделе в Киеве произошел просто мегамощный прорыв глыбы асфальта разлетелись по всему двору фонтан воды достигал седьмого этажа в половине дома выбиты окна то что никто не пострадал иначе как удачей не назовешь и самое страшное что так рвануть может в любой точке города в этом убедился Олег Решетняк он спустился под землю чтобы увидеть реальное состояние коммуникации причина причина коммунального взрыва плановые гидравлические проверки Киевэнерго то есть в трубах увеличивают давление чтобы обнаружить проблемные места старой коммуникации попросту не выдержали того давления трубу разворотила таким образом и теперь она напоминает больше полотно разрушенное временем ресурс этой трубы вышел еще 13 лет назад и таких в столице большинство на этих кадрах с камер видеонаблюдения хорошо видно как от взрыва будто теннисные мячики взлетают многокилограммовые мусорные баки мимо идет женщина взорвись линия на мгновение раньше плановое испытание могло бы стать фатальным в Киевэнерго разводят руками утверждают у компании есть современное оборудование для проверки труб но для его использования нет законодательной базы поэтому и приходится прибегать к старым дедовским методам а значит подобные взрывы в Киеве могут повториться мы делаем все возможное для того чтобы обезопасить людей от таких случаев мы выставляем людей работников компании для того чтобы они акцентировали внимание на поведение этих испытаний когда случилась авария очевидцы рассказывают струя воды достигала седьмого этажа осколки от асфальта летели аж до пятого местами посеченные даже окна а вот двумя этажами ниже стекла разбиты полностью регламные щиты магазина восстановлению не подлежат в результате аварии пострадали пять автомобилей их салоны засыпали камни и асфальт она стоит на обрыве я не понимаю как ее звезды эвакуировать чтобы она взагаля не рухнула в яму Киевэнерго обещают нанесенный ущерб возместить но кому? на сегодня ни одного официального обращения не было теперь последствия аварии ликвидируют уже который день и сколько продлится еще ремонт непонятно ясно только одно жителям этого дома пришлось не сладко однако самое страшное то что количество таких аварий растет это оболонь один из самых густонаселенных районов столицы прямо посреди дороги провалился асфальт и снова большая удача никто не пострадал что же происходит со столичными коммуникациями мы решили спуститься под землю проводником под землей будет наш диггер Михаил так вот он сказал что нам обязательно нужно одеть сим-костюм причин несколько первая там внизу много воды вторая в трубе едва ли не вся таблица Менделеева тут нет твердой поверхности мы сразу проваливаемся дальше труба сужается пробираться приходится на корточках запах становится все характернее воняет сыростью знаете каким-то еще странным кислым не знаю с чем даже сравнить с коллизацией и с полотом воды становится все больше хорошо что мы прислушались к проводнику и взяли костюмы наконец-то выходим из узкого тоннеля можно разогнуть спину и немного выдохнуть отсюда отошла с вазков а здесь просто полностью разрушена на уровне земля у нас сыпется проваливается вон кипички оттуда падают исследование киевского подземелья хобби Михаила на общественных началах помогает Киевэнерго говорит это мелочи по сравнению с тем что увидим дальше еще еще воронки не было еще два месяца назад дырки вообще не было все больше завозено теперь снаружи тоже вымывается земля здесь через определенное время тоже может возникнуть воронка через сколько как вы думаете зависит от интенсивности дождей если будут очень сильные вины то через пару месяцев авария может произойти на этом самом месте дом фактически стоит на подземной реке местные жители даже не догадываются что уже завтра в их дворе может образоваться котлован там подвал и в том подвале как и начинается весна и осень по 3-4 раза приезжает аварийка откачивает вот сюда воду а мы идем дальше насчитали уже 6 серьезных повреждений коллектора это поражает особенно под давлением врунта стенку выдавило вперед бетон треснул и еще продолжает расширяться в какой-то момент она может ловина обратно расширить сюда хворит земля наверху боль воронков соответственно так было всегда или халатность коммунальщиков достигла своего предела с одним главным инженером у нас какой-то контакт был он с нами даже сотрудничал потом его сместили потом пришел другой главный инженер который допустил катастрофу на Ереванской там чуть ли провалился дом потому что образовалась громадная подземная полость этот главный инженер уволился через месяц после этого пришел третий главный инженер мы ему положили на стол 4 отчета где показали что состояние электрокатастрофическое нужно что-то срочно делать в этом районе он сказал да, хорошо, на тех же день уволился а сейчас, говорит Михаил Соломинский район Киева и вовсе бесхозный главного инженера нет за какие-то полгода ситуация стала критической выходим наружу на другом конце квартала вот он, свет масштабы разрушений под Киевом поражают как и бездействия властей если ситуация кардинально не изменится такие воронки и разрывы будут появляться снова и снова Олег Решетняк Ирина Дьяченко Богдан Саврусский Евгений Вахнюк подробности недели телеканал Интер и заканчиваем оперативной новостью начальника Обуховского отделения полиции Киевской области Дениса Ярославского того самого которого обвиняют в создании банды для похищения отправки в Россию одного из бизнесменов взяли под стражу сроком на два месяца сам Ярославский естественно все отрицает но обвинение считает что в деле замешаны российские спецслужбы и наверное этот сюжет будет одним из главных но уже на следующей неделе у меня же на сегодня все вы смотрели подробности недели с Алексеем Лихманом до встречи в следующую пятницу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok